Здравствуйте! Предыстория Осирия в доисторические времена регион, который стал известен как Осирия, и Субарту, был домом для неандертальской культуры, такой как была обнаружена в пещере Шанидар. Самыми ранними памятниками эпохи неолита на территории Осирии была культура Ерму около 7100 год. До нашей эры, культура Халав около 6100 год. До нашей эры, а культура Хасуна около 6000 год. До нашей эры. В Акадских говорящих людей, самые ранние исторически засвидетельствованы семитоязычных людей, которые в конечном итоге нашел Осирия по всей видимости, вошли в Месопотамию в какой-то момент в течение последних четыре годысячелетия до нашей эры, около 3500-3000 до нашей эры. В конце концов, смешиваясь с более ранним шумерским русскоязычным населением, пришедшими с северными Сопотамии, с акацкими именами появляются в письменной записи с еще 29 год века до нашей эры. В течение третьего тысячелетия до нашей эры между шумерами и акацами по всей Месопотамии развился очень тесный культурный симбиоз, который включал широко распространенное двуязычие. Влияние шумерского, а язык изолята, на акацком, и наоборот, проявляется во всех областях, от лексического заимствования в массовом масштабе, к синтаксической, морфологической и фонологической конвергенции. Это побудило ученых называть шумерский и акацкий языки в третьем тысячелетии до нашей эры спрачбунт. Акацкий постепенно вытеснил шумерский как разговорный язык в Месопотамии где-то на рубеже трех и двух тысячелетий до нашей эры. Точная датировка остается предметом споров, хотя шумерский язык продолжал использоваться как священный, церемониальный, литературный и научный язык в Месопотамии до первого века нашей эры, как и использование акацкой клинописи. Города Асур, Ниневия, Гасур и Арбела вместе с рядом других городов существовали, по крайней мере, до середины третьего тысячелетия до нашей эры. Около 2600 года до нашей эры, хотя они, по-видимому, были административными центрами под властью шумеров. В это время, они в независимых государствах, греко-римские классические писатели, такие как Юлий Африкан, Марк Велли Потеркул и Деодор Сицилийский, относили основание Ассирии к различным датам между 2284 года до нашей эры и 2057 год. До нашей эры, перечисляя самого раннего царя как Бел и Ленин. Согласно библейским поколениям Ноя, в главе 10 книги «Бытия города» Шур якобы была основана Шуром, сыном Сима, которого последующее поколение обожествляли как бога-покровителя города. Однако в самой древней засвидетельствованной ассирийской традиции первым царем Ассирия был назван Тудия 25 века до нашей эры, а ранним урбанизированным ассирийским царем по имени Ушпе, около 2050 года до н. середина 21 века до нашей эры. Весьма вероятно, что город был назван в честь своего покровителя, ассирийского бога с таким же именем. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Продолжение следует...